В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Все дело в трубе. Причина неисправная канализация, следствие грибок и плесень. Жители одного из домов города не устраивают внутридомовые коммуникации, приносящие постоянные неудобства. И если жители верхних этажей просто недовольны обстоятельствами, то работники частной фирмы, находящейся на цокольном этаже, не могут смириться с ситуацией. Туда стекает вся вода. Запланирована ли замена труб и когда людям ждать ремонта, узнавал Валерий Калайтан. Дом номер 45Б по улице Независимой Украины. У жильцов шестого подъезда сегодня маленький праздник. Аварийная бригада спустя два с половиной месяца после обращения поменяла проблемный участок канализационной трубы. Виталий очевидец этого процесса. Вот эта труба была лопнутая. Два с половиной месяца мы там почти ждали, пока они приедут. Сделают сегодня около шести часов. Они приехали, аварийка приехала и начала менять. За час они все делали. И что, конечно, мы будем ждать, пока заделают. Если они два с половиной месяца меняли трубу, а заделают, наверное, уже будет полгода. А это уже квартира Виталия. Мужчина показывает последствия протекания устаревшей трубы канализации. Все мокро, все зацвело. Обои поцвели. Я обои ободрал, сейчас стена высохла. В начале апреля уже начало топить. Все стены здесь мокрые было. И начало топить внизу офис. Офис частной фирмы, который находится в сокольном этаже этого дома, страдает от протекания не меньше, чем квартиры. Людмила говорит, изначально при открытии тут офиса был полностью поменян трубопровод. Оно здесь все грибком. Я вынуждена была обои снять. Люди работают. И все в грибках. Пришли однажды. Тут полно воды. И свищу. Я бегом. Что делать? И мы с той фирмой сбросились и все поменяли. А вот это вот только осталось. Из-за этого проблема. Там внизу тоже трубы холодной, горячей воды. Я тоже поменяла. Но дальше я же не могу все делать. Я не имею права, во-первых. А во-вторых, ну как-то ж нужно по-человечески подходить к этой ситуации. Заменой участка канализации занимались рабочие КП «Запроширимсервис». Говорят, причина протекания – прогнившая канализационная труба. 23-го были заменены часть трубопровода канализации. Порядка полутора метров со всеми переходными деталями. С чугунной канализации на пластиковую канализацию. Каких-либо других работ по этому дому мы не проводили. Мы только занимаемся устранением аварийных ситуаций. Обещают в Римсервисе привести в порядок и разбитые стены. Технологические отверстия, которые мы разбивали в нишах, мы эту закладку будем проводить. И будем проводить где-то с 2 июня. Мы в ближайшее время должны получить необходимые строительные материалы. И мы эту закладку сделаем, и оштукатурение стены в том числе. В то же время представители балансодержателя дома КП «Наш город» говорят, до недавнего времени работы по замене внутридомовых коммуникаций производила подрядная организация. Однако, не доведя их до логического завершения, перешла на другой объект. Ну, холодную воду они поменяли, а потом перешли на выполнение других работ. По подвалам других домов. Замена коммуникаций. На данный момент они у нас работ вообще не производят уже более трех месяцев. Поэтому всеми заявками текущего момента, текущего ремонта занимается аварийно-диспетчерская служба. Запрос им сервиса. В КП «Наш город» говорят, к замене внутридомовых коммуникаций в доме номер 45Б по улице Независимой Украины приступят в этом году. В доме номер 45Б по улице Независимой Украины у нас нет плана на замену коммуникаций холодной воды, горячей воды и канализационной системы. Запланировано на этот год, конечно. Валерий Калайтан, Александр Гоц, Константин Грушко, ТВ5. Текущая крыша стала причиной замыкания электричества. А вода из балки сухой затопила дачные участки. С этими проблемами запорожцы пришли на прием к городскому голове Запорожья Владимиру Буряку. Вопросы обсуждали вместе с представителями профильных департаментов и коммунальных служб. Какой выход нашли, расскажет Дарья Купличенко. Затекание потолка идет в кухне, капает с одной лампы, со второй лампы, в коридоре, в ванной. Валентина Евсеева проводит экскурсию по своей квартире, где уже два года с потолка льет, как из ведра. Когда будет дождь, это все будет хлыстать вода. Точно так же и здесь, в ванной. Отсюда вот сверху капала вода. Такое впечатление, как будто ты находишься не в своей квартире, а находишься на улице, где идет дождь. Хуже всего ситуация в комнате. Большая часть потолка в желтых разводах и плесени. Когда идет дождь, в тазике набегает до 15 литров воды. Даже куда-то уходя из дому, стоит вот тазик, потому что это может быть протекание, затопить соседей. Все такие моменты неприятные. Валентина живет на последнем четвертом этаже. Несколько дней назад во время дождя произошло замыкание. Теперь в комнате нет света. Протекание крыши – общая проблема для всего дома. Мы со старшим мастером по дому поднимались на крышу, смотрели, там везде дыры, сплошное, все течет, все бежит. Год назад я просыпалась от того, что капли четко слышны, были за стенкой. Обращения в разные службы результата не принесли, поэтому Валентина записалась на прием к городскому голове Владимиру Буряку. Я обращалась и к директору КП основания, начальника районной администрации была на приеме в прошлом году. Получила масса писем о том, что выделены бюджетные деньги на финансирование ремонта крыши в нашем доме. И до конца года этот ремонт завершится. И в итоге это все переносится на этот год. Проект ремонта крыши будет готов в следующем месяце, заверяют профильные специалисты. А сами работу выполнят до начала отопительного сезона. Запишите под личную ответственность начальника департамента или директора департамента, при его приступить к работам в конце июля этого года и выполнить в этом году капитальный ремонт полностью всей крыши. Но уже с новым, так называемым, покрытием, вместо шифера металлочерепицы, я так понимаю, да? Когда Валентина выходит из кабинета, разговор ведется уже в другом тоне. Извините за рожение, нахрена брались тогда? Зачем людям обречать? Зачем пишем это все? Каждый раз, сколько я вам уже буду говорить? Не можете сделать, не пишите. Это вот как по ЕЦНК 8-10. Не можете сделать, скажите людям. Не можем делать, нужно согласовать там, с такой-то организацией, с такой-то организацией. В понедельник выполнить, там все понятно людям. Хоть как-то. Еще одна проблема, с которой к Владимиру Буряку пришли запорожцы, касается поселка Балабина. Там через Балку Сухая проходят железная и автодороги, рядом гаражи и дачи. Естественный сток воды из Балки в Днепр был нарушен, и участки стало затапливать. Она не чистилась уже около ста лет. Одновременно, значит, вода поступила, и в начале эти подвалы, потом стены стали рухать, и они бросили. Самый сложный участок, говорит Анна, перед автодорогой Запорожья-Балабина. Владимир Буряк о проблеме знает. Отмечает, просто расчистить отток – это лишь полдела. Человек такое существо, извините за слово «существо», что ему хочется дать стружки на помидорчики, сейчас и без эмельки прихватить. Я больше что-то сделаю. И решили, почему бы нам тут не выделить, то под гаражи, то под садовые участки, то еще. И решили, так вот же есть место, пускай люди себе там трудятся. И вот мы в процессе своей жизнедеятельности и сверху оттуда, сколько гадостей набросали в этот ручей, что сегодня, сколько переделали, перебили все это самое, что естественный природный отток мы просто сделали невозможным на сегодняшний день. Для решения проблемы нужно предпринять сразу несколько шагов, говорит Владимир Буряк. Нужно опустить уровень подземных код или просто русла. Поэтому вот здесь решение мое будет такое. Вот я уже райадминистрации сказал, подготовить, сколько это будет в деньгах очистить сегодняшний. Сегодняшний, в 2012 году чистили, будем так говорить, водосток балки сухой под автомобильной дорогой. Это первое, что нужно сделать. Второе, посмотреть, сколько можно методом горизонтального бурения, исходя из диаметра, возможно, еще дополнительно, дополнительно сделать водоотвод. Согласен с вами. Только если это финансирование начнется в 2017 году. В 2017 году? В 2017, да? Молодец, спасибо, умница. А еще не нужно? Я буду надеяться. А вам? Я буду надеяться, что так случится, потому что мы все переживали. Спасибо вам. Хорошо, и вам спасибо. С подобной проблемой ранее городскому голове уже обращались. Для того, чтобы такие ситуации не возникали снова, уверен Владимир Буряк, некоторым запорожцам стоит пересмотреть свое отношение к окружающей среде и родному городу. Это примерно мне напоминает ситуацию, как в этом, на кольце 15-го трамвая. Там же тоже течет речка, сухая Московка, если не ошибаюсь. Какие красивые места и как их загадить. Все, спасибо. Дарья Купличенко, Константин Грушко, Александр Гоц, ТВ5. Приехали на лечение. В Запорожье привезли 23 ребенка из прифронтовой зоны. Теперь жители Донецка и Луганской областей смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь в Запорожье, а также в Днепре. Подробнее смотрите в сюжете Седония Ракелян. Дети из Новолуганска, Первомайска и других прифронтовых населенных пунктов Донецкой области приехали на лечение в Запорожье. Всего 23 ребенка с разными заболеваниями. Все они будут находиться в областной детской клинической больнице. Тут им проведут диагностику, а затем перейдут к лечению. Приезжающие дети у нас уже по предварительным спискам расформированы по профильным отделениям. То есть те диагнозы, которые были поставлены предварительно, мы закрепили за отделением. Старшие сестры этих детей сейчас будут разбирать, отводить по отделению. Детей из прифронтовых городов на лечение в Запорожье за этот год привозят уже во второй раз. Ведь зачастую в их родных городах получение медицинского лечения является проблемой. Наталья приехала с внуком. Ему 4 года на солнце теряет сознание. Причину недуга выяснить в родной Новогродовке не удалось. Поэтому решили приехать в Запорожье. К работе с детьми также присоединились и психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Говорят, ребята нуждаются и в неврологическом лечении. Прежде всего им необходимо время, время для того, чтобы адаптироваться, время для того, чтобы ощутить безопасность. Потому что чаще всего мы даже сталкивались с тем, что детки больше двух-трех недель, месяц не выходили даже на улицу. Находясь в подвалах, находясь под обстрелами, они боятся даже общения. За последние три года в областной детской клинической больнице лечения прошли более тысячи детей из прифронтовых зон. Седония Ракелян, Игорь Бахеркин, ТВ5. Не словом, а делом. Благодаря подросткам в Бердянске появилась пусть и небольшая, но уютная зона отдыха. Дети задействовали как коммунальные службы, так и местных предпринимателей. Как школьники благоустраивают город, в сюжете Игоря Стрельцова. Ученики старших классов гимназии «Надежда» в рамках всеукраинского образовательного проекта «Открывай Украину» выступили с инициативой благоустроить одно из самых посещаемых мест Бердянска – смотровую площадку. Точнее, небольшой участок, который находится рядом. Мы решили, чтобы было удобно установить тут лавочки, чтобы было удобно и гостям нашего города, и жителям. В течение нескольких дней школьники в свободное от учебы время убирали мусор и готовили все необходимое для установки скамеек. Ну, нам хочется что-то самим сделать. Во-первых, это наш проект, и мы хотим показать примером, что мы тоже можем что-то сделать. И, мне кажется, они увидят, что мы делаем, и тоже начнут что-то делать подобное. С необходимыми материалами помогли местные предприниматели. Работники коммунальных предприятий высадили цветы и кустарники. Совместными усилиями площадка преобразилась. По хорошей погоде, с маленьким внуком. Прогуливаемся часто здесь. Ну, теперь с хомячкой поставили, облагородили. Можно отдохнуть и посмотреть на город. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Евгений Дохновский, Бердянск, ТВ5. В Мелитополе появится необычный поэтический забор, который украсят патриотические пейзажи и украинская лирика молодых мелитопольских поэтов. На создание говорящих картин на центральном проспекте города трудится молодежь, студенты Педагогического университета и Училища культуры. В городе в течение недели появится новый арт-объект, который составляет из девяти плит, на котором ранее работала инициативная группа ППЛА. В этом году в инициативную группу долучились новые ребята, которые именно изобразят на девяти плит на улицах Пушкина украинские пейзажи, и позже над которыми появятся стихи мелитопольских поэтов. Поэтическую стену создают студенты в свободное от занятий время. Работы на этом арт-объекте проведут в три этапа, последним из которых станет презентация сборника стихотворений молодых мелитопольских поэтов. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00 мы расскажем больше интересных новостей. Монетный двор за колючей проволокой. Ореховскую исправительную колонию обвиняют в незаконном изготовлении денег. Леса в каждом дворе. Жители полог не могут уберечь живность от дикого животного. Власть тоже бессильна. Не только показательные выступления, а и практичные соревнования. Сезон по стритвордкауту открыт. История любви, сплетенная с реалистичным портретом современной жизни. Смотрите сериал «Сашка» сразу после выпуска новостей на ТВ-5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин